Концепции генерального плана Севастополя впервые были презентованы в апреле 2015 года в Законодательном собрании Севастополя. Их разрабатывали специалисты Института территориального планирования «Урбаника» Санкт-Петербург и Научно-исследовательского и проектного института генерального плана Москвы. Все прогнозные расчёты делались до 2030 года, аналогично расчётам концепции стратегического развития Севастополя, разработанной под руководством Алексея Михайловича Чалова. Именно она стала базой для генерального плана. При разработке концепции генплана особое внимание уделялось уникальному ландшафту и обеспечению свободного доступа к морю, а главное – сохранение исторического центра города. Вот что год назад говорили его разработчики. Наличие частной собственности побуждало всех застройщиков, я бы сказал, хищнически относиться к любым территориям. Севастополь не исключение. Мы это видели и в центре Москвы, и в ближнем Подмосковье, и в любых красивых местах Родины, когда просто нажива является таким пижителем. Работая над генеральным планом, мы поняли, что южная столица России – это не лозунг, это реальная цель для Севастополя. Но в чём формируется столичность? Она формируется в том, что вы живёте в едином благоустроенном крупном городе. А сейчас Севастополь представляет из себя конгломерат уникальных памятников, жемчужин, между которыми находятся сельские слободы, неблагоустроенные, некрасивые и небезопасные. Видимо, есть какое-то обаяние, которое нас сюда просто вытащило. Мы просто сюда десантировались, как, я бы сказал, из любви к этому месту. Презентованная год спустя концепция, мягко говоря, удивила членов Городостроительного совета. Под застройку апартаментами предложили отдать видовые территории. Зелёную горку – район завода железнобетонных изделий у мыса Хрустальный. Территорию промышленных предприятий, находящихся в городской черте, по мнению столичных архитекторов, должны занять жилые кварталы. Промышленность мы предлагаем консолидировать вдоль железнодорожных путей с обеспеченностью железнодорожным транспортом на северной стороне от Макензиевой гор. Там практически это уже сделано. Мы считаем, что одной из главных целей плана – это создание организации качественной городской среды. То есть, фактически, этими действиями мы должны увеличить капитализацию территории. И таким образом стимулировать жилищное строительство, которое в то же время должно быть в разумных пределах. В частности, район, который здесь показан цифрой 2, в который включает в себя территорию завода ЖБИ, это застройка с плотностью 8-10 тысяч на гектар. Это двух-, трёх-, четырёхэтажная дворовая застройка, периметральная, с большой частотой сети улиц. По мнению московских архитекторов, жильё должно быть дорогим. Это могут быть апартаменты или дома премиум-класса. Возмущение по этому поводу высказал председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам законодательного собрания Севастополя Вячеслав Николаевич Горелов. Это необходимо очень серьёзно обсуждать. Возможно, мы не понимаем, что такое апартаменты, у нас разное понимание этого, но у нас точка зрения по этому поводу другая. Под элитную застройку разработчики генплана решили отдать и территорию Севмурзавода. Проектировщик из Санкт-Петербурга в качестве премьера привёл опыт северной столицы. Они пришли в Санкт-Петербург и по тому выводу уже давно. Процесс там идёт уже много лет. Адмиралтейские верфи на три четверти уже вынесены. У меня непонятная ситуация по Севмурзаводу. Я думаю, что необходимо это дело обсуждать. Это не просто часть города, это историческая часть города. И я думаю, что здесь флот должен высказать свою позицию в этом отношении, ну и севастопольцы тоже. Ну и фундаментальный вопрос, который всё-таки пробежал, прошёл у вас так мельком, хотя он, конечно, прозвучал. Но всё-таки не совсем понятно, как всё то, что было с вами высказано, соотносится с приказом Минкульта о включении Севастополя в перечень исторических поселений федерального назначения. Вячеслав Горелов напомнил столичным архитекторам, что Севастопольский морской завод – территория исторического поселения, согласно приказу Министерства культуры России. Те границы, которые сегодня выполнены, эта работа по историческому поселению, тот предмет охраны, который там заявлен, в нашем понимании не относится к теме культурного наследия. Мы можем показать много-много примеров и на северной стране, и на корабельной. В общем, эта работа, в переводе на русский, сделана некачественно, непрофессионально. Я полагаю, что необходимо инициировать внесение серьёзных изменений в эту работу. После услышанного Вячеслав Николаевич Горелов был вынужден на время покинуть заседание градостроительного совета, чтобы сделать заявление для прессы. Севастопольцы за это дело боролись в течение многих, по сути дела, десятилетий. И нам теперь говорят о том, что это негодно, это застополить Севастополь. Я понимаю, что любое вот такое включение, например, Севастополя в перчин, исторические поселения, федеральные значения, это некоторое обременение для города. Я говорил об этом, что это в каком-то смысле такая тяжесть, которую город кладёт на свои плечи. Но эта тяжесть позитивная, полезная, она нормальная. Например, почему вот Санкт-Петербург развивается таким образом нормально, а Севастополь вдруг не может развиваться, необходимо уносить какие-то изменения. Но мне кажется, что это совершенно принципиально неправильный подход. Я полагаю, что приказ Министерства культуры должен быть принят за основу, и всё остальное должно выстраиваться уже в отношении тех пространственных раскрытий, которые являются предложением к этому приказу Министерства культуры. Ещё год назад разработчики генплана говорили о том, что город должен развиваться как военно-морская и судостроительная база. Город, на мой взгляд, должен развиваться как полноценный гражданский организм с одной из функций военной базы и военного судоремонта. Сегодня они презентовали строительство наплавного моста через Южную бухту, возможно, уже не учитывая интересы Министерства обороны. Большинство стоянок сегодня не используются в Министерстве обороны по сути. Они являются стоянками, но не являются местом базирования. То есть там нет инфраструктуры, питающей нормальную базу. Сам наплавной мост имеет открывающуюся часть, калитку. На разработку генерального плана города Севастополь должен получить из государственного бюджета 50 миллионов рублей двумя траншами. Об этом на сессии законодательного собрания Севастополя 9 июня 2015 года заявил начальник Главного управления экономического развития правительства города Элемдар Ахтемов. Соответствующие изменения были внесены в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Ранее представители власти заявили о том, что до конца 2015 года будет подготовлена техническая документация по генеральному плану города. Основной же документ планировали завершить в 2016 году. Каким будет главный документ Севастополя, будут решать севастопольцы на общественных слушаниях. Окончательную редакцию примет или отклонит законодательное собрание.